Как работают мандалы? Для начала нужно ее нарисовать. Сразу скажу, что рисовать мандалы западной традиции совершенно несложно, и с этим справится даже ребенок. Есть определенные там закономерности, что все фигуры должны быть замкнуты, и все фигуры, которые имеют к вам отношение к вашей ситуации, должны быть прорисованы. Как понять, что эти символы имеют к вам отношение, а эти не имеют? Есть такой принцип, что за каждым словом, который там состоит в вашей цели, должен стоять определенный символ. То есть есть цель, прописанная в словах. Эти слова переносятся в символ, потому что символизм это язык бессознательного. Они фиксируются на листе, своеобразная как карта сокровищ для достижения вашей цели. И вы начинаете носить эту мандалу в своем поле в течение двух недель, и да, действительно за такой короткий срок вы получаете желаемый результат. Как и почему наше сознание вообще читает эти символы? Есть один такой простой пример, который я люблю приводить. Представьте себя маленьким ребенком. Вы прям маленький, мир еще непонятно, где опасен, где безопасен. И происходит такой интересный факт, что, например, я не знаю, вы подошли к столу, взяли яблоко, мама сказала, какой ты там молодец, взял яблоко, сам кушай. На следующий день вы подошли за этим же яблоком, вам сказали, зачем ты взял это яблоко, ты еще не пообедал. У ребенка непонятно происходит история, за что меня хвалят, за что меня ругают. Но самое интересное происходит здесь с символизмом. Просто представьте себе маму с ребенком, которая сидит и говорит, вот кружочек, вот треугольничек, вот квадратик. И как только ты угадываешь, тебя сразу же хвалят, происходит не какой-то невероятный импульс выплеска позитивных эмоций. И психика понимает, что восприятие символизма – это безопасно, это экологично. В плюс, конечно же, и нарисованный символизм и так далее. Но, конечно же, это то, что происходит здесь и сейчас. Но вообще, есть у каждого человека генетическая память. Это то, что с самых древних времен вообще, в принципе, наскальная живопись существовала, постоянно использовали символы, с этими символами работали, никто не имел художественного образования, не рисовал что-то сложное и замысловатое. Это все было просто, понятно и доступно каждому. Вообще, в принципе, считается, что когда человек там взял палку в руки и начал ей что-то рисовать, у него начал развиваться интеллект, потому что начался контакт с этим интеллектом. А в современном мире называют это мелкой моторикой, когда там ребенок начинает шевелить там пальчиками, брать что-то маленькое и развивать свой интеллект. То есть подсознание считает вообще, в принципе, символизм и язык символизма абсолютно безопасным, поэтому прям без фильтров, без каких-либо сопротивлений легко его воспринимает. И, собственно говоря, для внешнего мира этот символизм находится в виде такого трафарета, через что я взаимодействую с миром. То есть как подсвечивается именно то, что вам нужно. Хочу вам привести живые примеры того, как работают мандалы. Один мой знакомый давно хотел сменить работу. Он начал заниматься фитнес-индустрией, ему эта история понравилась. И у нас в городе есть один большой фитнес-клуб, где, по его мнению, брали только с огромным стажем. То есть конкретно он говорил мне, от 8 лет нужно иметь стаж. Но он только вошел в фитнес. И самое интересное, что мандали, в принципе, все равно и подсознанию все равно, через какой срок и как вас там устроить на эту работу, если вы туда ходите и считаете это безопасным. Но с помощью мандалы мы можем выстраивать тот путь, который хотим. Как я уже говорила, это некая такая карта. Я просто задала ему вопрос, а в каком случае ты бы пошел туда? Он, конечно, был в сопротивлении, говорил, нет, я туда точно себя рекомендовать не буду, только если меня пригласят туда самостоятельно. В итоге мы нарисовали ему эту мандалу, и ровно на третий день, это была среда. Ему написали через соцсети и сказали, что мы вас заметили там на одном мастер-классе, вы нам очень нравитесь, я директор по персоналу и хочу вас пригласить в этот фитнес-клуб. И если договорить эту историю до конца, он туда устроился, он проработал там около трех месяцев, и в итоге перегорел и не захотел больше там заниматься. Но самое интересное, что цели, те, которые вам кажутся, что требуют восьми лет, могут реализоваться за три дня, если вы ничего не будете себе усложнять, или хотя бы найдете инструмент, который вам поможет с этим справляться. Хочу также привести пример, как мандала работает в сфере отношений. Ребята, были у них там некие такие конфликты в отношениях, то есть они не находили понимания, все доходило до развода, ну и в принципе девушка предложила вариант того, что а вдруг можно на это нарисовать мандалу. Самое интересное, что муж вообще ни о чем не подозревал, мы нарисовали эту мандалу ей, она начала с ней ходить, и самое интересное происходило то, что за первые три дня их отношения ухудшились, стало намного хуже, и она, ну то есть она поймала панику, что вот все сейчас разорвает мандалу, ничего не работает, стало только хуже, и буквально там я ее попросила подождать еще несколько дней, ситуация развернулась в плюс, у них все хорошо и так далее. Но почему так произошло? Потому что вот представьте себе, вы живете в отношениях, где вы там не разговариваете, не общаетесь, у вас нет общих интересов, у вас нет общих целей, вы друг другу стали абсолютно чужими людьми. И вот вдруг здесь у вас начинается выстраиваться какой-то новый компромисс взаимодействия. Что происходит? По факту просто заново люди начинают друг другу притираться и выстраиваться быт, поэтому абсолютно нормально, что для таких мандал первые три дня отношения ухудшатся, да, то есть станут хуже, потому что чтобы люди начали разговаривать, иногда нужен какой-то даже скандал. Скандал это не всегда плохо, спор это не всегда плохо, потому что есть такая фраза, что в споре рождается истина. И собственно говоря, проговариваются многие вещи, поэтому с одной стороны отношения ухудшились, но результат колоссальный, у них все хорошо, они открыли для себя новый вид совместного спорта, катаются на сноубордах, путешествуют по миру. И очень интересно, потому что брак уже много лет, но тем не менее появилось второе дыхание для этого брака. Очень часто мандалы используют как инструмент быстрого заработка денег. Почему? Потому что в вашем мире есть собственное убеждение, что я могу заработать, каким путем ко мне должны прийти эти деньги. Ну то есть там много зарабатывать равно много работать, но чаще всего все намного проще. Например, одна девушка открывала свое модельное агентство, ей нужна была какая-то сумма на покупку франшизы. И смысл того, что нарисовав мандалу, деньги пришли очень быстро через какую-то спонсорскую помощь, что до этого ей казалось в принципе невозможно, потому что обязательно нужно заработать, обязательно нужно какие-то фотопроекты сделать, нужно какие-то там работы, чтобы заработать эти деньги. Все оказалось намного проще. Точно также мандалы классно работают и с возвратом долга. Самое классное, что в мандале это не всегда какое-то там, я не знаю, насилие, сопротивление, отдай мне деньги. В мандале можно помочь другому человеку найти возможности, чтобы вам вернули деньги. То есть мы можем повоздействовать, грубо говоря, на его совесть, создать ему возможности, через которые деньги придут к вам. И такие случаи тоже были, они очень быстро срабатывают, на самом деле их огромное количество, потому что это для каждого свои суммы. Но вот эти все сопротивления, что мне нужно ему позвонить, мне нужно его уговорить, чтобы он не вернул деньги, к мандале вообще не имеют никакого отношения. Потому что там можно зафиксировать просто факт, просто тот факт, что вот есть я, вот есть деньги, вот есть человек, вот к нему пришли клиенты, принесли ему деньги, он мне их отдал. И результат не заставил себя ждать. Очень важно подметить, что работая с мандалами правильно, это вообще считается очень экологичный способ работы с пространством. Вот я привела вам пример про отношения, и мы не воздействовали там как-то на мужчину, мы выстраивали компромисс между обоими людьми, где у них отношения для них обоих стали намного лучше и качественнее. Ни жене стало лучше, ни мужу, у них появились общие цели, общие идеи. Когда я привожу вам пример про возврат долга, мы не говорим, что во что бы то ни стало, человек там продает почку и возвращает деньги. Мы все-таки говорим про то, что у него появляются возможности для того, чтобы деньги у него были в первую очередь, и у него возникло желание их вам отдать. Поэтому, конечно же, мандалы это классный инструмент, который помогает создавать возможности не только для вас, но и для тех людей, которые вас окружают. Обязательно напишите в комментарии, если вы уже работали с мандалами, и поделитесь своими результатами для вдохновения для других людей. Ну и, конечно же, если есть символы, которые очень вас волнуют или интересуют, тоже напишите в комментарии. Я обязательно зайду, прочитаю и отвечу, что же этот символ значит. Ну и, конечно, рада была вам рассказать о такой интересной теме, как мандалы западной традиции. С вами была Александра Новосад, и до скорых встреч!